Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добро пожаловать в Латвии. Да, потому что ты собираешься в Латвии. Да, я директор в Либрарии в Коповур, в Исландии, просто в районе Рейкавид. И я был в Либрарии почти 40 лет. Но как-то не было Либрарии для тебя, ты начинал говорить? Да, я начинал быть поэтом, очень early. И я понял, что это очень сложно быть только поэтом. Поэтому я должен был найти работу, чтобы survive в этом мире. И я думал, что быть Либрарианом, это хорошо, потому что я могу быть между книгами. И я могу следить по каким-то поэтам я должен писать. Да. Да. Ага. 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 Я, конечно, не понимаю, не читаю или не понимаю Латвию. Но я пытался всегда иметь более чем одна версия, в более чем один язык, поэты Латвии. В английском, по-английском, по-английски, по-английски. И я пытался иметь правильное значение. И, как я знаю, у тебя тоже есть парень, Улдис Берзинч. Улдис Берзинч и Кнютч я встретил в Исланде, потому что они были в Исланде в 1992, я думаю. И мы сделали очень хорошие друзья. И я видел их, и они видел меня. Улдис был в моем доме несколько дней, в последнее время, я думаю. И сейчас он уже прожил его 70-летний. И я посылал ему огромный поэт, в Исландии. И я надеюсь, что он enjoys это, как его праздник. Ну, а то есть он понимает. Да, он должен. Потому что он читает Исландии. Что-то специальные вещи, которые вы найдете в Латвии? Что-то специально? Ну, я думаю… Может, мы не знаем, потому что… Может, я не знаю. Может, это может быть мистик. Но я думаю, что это связано с природой. Потому что, например, в Исландии в Исландии в Исландии, есть много дерева, и планы, и стены. Она говорит о стены. Я никогда не слышал о том, что вы можете говорить о стены. Я слышал женщины, что вы можете говорить о планы, и вы должны говорить о планы. Я пытался, но я никогда не слышал ничего. Но Исландии сказал, что это не только вопрос о том, чтобы говорить о планы, планы и стены, но также слушать. Я пытался делать это, и я думаю, что я получил несколько ответов. Это почему вы начали писать новости? Я всегда хотел писать новости, но я никогда не получил время. Это огромная задача. Если вы получаете полчаса, это очень трудно найти время, потому что, когда вы написали новости, вы должны быть в новом мире, в другом мире, в другом мире. И несколько лет назад, я был в Виспи, в Готландии, в доме вот здесь, в Венспилсе. Я был там четыре недели, и там я получил эту инспирацию поэзгайку, я должен писать историю, или историю за реванты, я был в городе. Это Латвянский корабль, который был стоим в воде в Виспи, когда Вальдемар Атрита, в Валтий-махе, который был в Никите, в доллару, и в Готландии. Здесь был «Эстрелқпил» Грики, а Латвиян, а Курлендер, и его дотер Астрита, и тогда я перевернусь всю историю Астрита и Корвус, который означает «рап» или «краклис» в итальян и латин. Just like you, в Исландии. Он приходит из Сиракуса, в Ситалии, в Медитерране. Это историю Астрита, и это будет отличный успех, если это будет выпуск, я надеюсь. Но я уже закончился с этим. В последнее время я был здесь четыре года, и тогда я писал эту историю. Но сейчас я добавляю много к этому, и делаю это, знаете, полностью. Это не очень долго, это почти 100 петли. Нет, я сказал, что сейчас я имею 200 петли в форме книги. Это будет достаточно. Потому что это не размер, и качество. Когда я говорю с тобой, это очевидно, что ты делаешь счастливый человек. Ты пытаешься быть счастливым. Я имею в виду три года. Я думаю, что каждый человек, каждый человек, который имеет плохие периоды в жизни и хорошие периоды в жизни. И я думаю, что каждый год, это лучшее чем последний. Чтобы жить в гармонии, это не тяжело для писателей, которые должны быть нервы, нечащие, нечащие, нечащие. Если мы писали о конфликтах, то мы должны идти через эти конфликты. Я думаю, что мы должны быть опытом о плохом и плохом, чтобы иметь возможность описать плохое и плохое. Но я не думаю, что мы должны употреблять, чтобы сделать хорошие поэты. Это не нужна. Как вы сейчас смотрите в будущем? Вы пишете о 14-х веке, но у нас есть 21-х веке. Ну, когда мы получили эту первую войну с банками, я знаю, что Исланды приняли совершенно разные решения. Да, в общем, мы сделали. Вы входили в Европу, но мы говорили, что нет. Вы взяли евро, и я думаю, что это очень мило, мило. Это очень важно сейчас что-то занuição нашей самойete. И я думаю, что мы нужно в ơi-как Valley поговорить, повез página. В нашейнейшейнейке мы должны интереснаTE по gradingON 그래도 – ай. О районах у нашихոск voyez, немногоíem. Потому что вы же не такие количества. as a small language all languages are big I have said that if you can say I use the father's prayer, you know the lord's prayer of the christian faith you can take any other like a poem if you can say it in this language it's just big enough for you if you can read a sonnet by Shakespeare in English, it's big enough if you can read it in Latvian it's big enough language in Icelandic we are only 320,000 people and we can read Shakespeare in Icelandic and sometimes Shakespeare is better in Icelandic translation than in the original English stríð og friður og allt stríðið varð bara til þess að við gætum grill af pilsur enginn var með eldspítur og því varð að skjóta svo eitthvað færi að loga og allur friðurinn var bara til þess að við gætum þambað öl og svala þorstanum því ekki er hægt að drekka í slíkum háfana þegar gluggar úður bresta og ölflöskur brokna